приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня с вами поговорим о четырех вещах которые никогда нельзя никому рассказывать рассказывая об этом вы тем самым привлекаете в свою жизнь безденежье нищету постоянные проблемы и возможно вы не замечали но когда вы рассказываете эти вещи другим людям ваша жизнь начинает рушиться при этом в тот момент который вы больше всего не ожидаете поэтому некоторые вещи лучше держать при себе знаете как в тайнике о которых никто не знает давайте с вами днем разбираться каких вещах вообще идет речь вы знаете мудрецов были свои тайны и мудрецов были свои определенные законы которые они старались соблюдать и вот первая мудрость которая передалась еще с того времени звучит следующим образом что если у вас что-то болит молчите при этом вас может болеть ваша душа вам может быть больного может быть тяжело или вы можете быть физически нездоровый и многие люди в очень часто возможно вы замечали при общении независимости с близкими родными соседями с коллегами пытаются рассказать о каких-то своих болячках каких-то хронических и болезнях и таким образом многие люди думают о том что когда они делятся с кем-то о своих болезнях а когда своих болячка то таким образом их люди будут поддерживать и им помогать хотим вас расстроить дело в том что когда вы другим людям рассказывать о своих болезнях например что вас постоянно болит голова что вас проблемы с давлением и так далее и так далее то другие люди ваше окружение будут задумываться а нужен ли такой человек в их окружении почему потому что когда человек болеет когда ему ничего не хочется ваша коллега наоборот хочет веселиться радоваться жизни а у вас все плохо и все нехорошо был задаваться вопрос а захочет ли он такой человек чтобы вы были в его компании или были в его окружении конечно же нет поэтому ваши болезни ваши болячки никогда не должны быть кроме того когда к вам приходят в гости люди они также не должны видеть на столе на журнальном столике у вашей кровати они ни в коем случае не должны видеть не таблетки не какие-либо препараты потому что для одного человека он проигнорирует а другой человек он будет задумываться и думать о том что может что-то не так может это только айсберг а вообще-то по возможно вы болеете более тяжелее и вам нужна операция значит вы можете попросить деньги и человек уже начинает знаете каждый человек умеет сам себе почему-то фантазировать даже придумывать то что не существует и соответственно это приводит к печальным последствиям поэтому ваши болезни ваши болячки должны быть при вас и вы должны как можно меньше рассказывать например об этом на работе потому что ваш работодатель когда вас брал на работу он рассчитывал на то что вы пунктуальны что вы ответственны что у вас нет никаких проблем со здоровьем что вы всегда в строю и на вас можно положиться а когда вы постоянно болеете когда вы невнимательны когда у вас нет вдохновения нет каких-то идей то и работодателю становитесь вы просто неинтересный в один момент так все работодатель сможет с вами попрощаться поэтому чтобы такого не было будьте немножечко мудрее болит что-то при себе и возьми вы и вообще перестаньте заниматься самолечением для этого у нас есть с вами врачи кто-то там даже нам в комментариях писал оя что вы говорите на периферии нет врачей и как мы можем лечиться и так далее вы знаете каждый кто ищет от всегда найдет то что ему нужно сейчас открыт мир и вы можете даже по интернету получить консультацию или ваш допустим врач который вам нравится в каком-то даже другой стране вы можете у него пройти онлайн консультацию и узнать какие сдать анализы для того чтобы он вам например мог прописать какие-то препараты или возможно допустим очень часто люди страдают ожирением это связано не с тем что у них проблемы с гормональный какой-то сбой или проблемы с телом а часто бывает то что люди просто едят достаточно теплую еду неправильно не соблюдает каких-то диет и так далее поэтому помните о том что ваше здоровье всегда только о ваших руках это вам нужно понимать далее следующая какую вещь не стоит говорить не говорите другу того чего бы не сказали своему врагу вы знаете очень часто мы перед своими друзьями коллегами открываем свою душу особенно обращаем ваше внимание очень часто бывает так что вы появляетесь на новое вас новая работа и вы стараетесь всем рассказать какие-то свои истории где вы принимали участие что-то хорошее что-то плохое и так далее вы знаете ваши коллеги могут знать ваши стороны в где вы как-то так отличились не очень хорошо или кому-то что-то может не понравится и это может быть со временем использовано уже против вас поэтому научитесь говорить о моде о погоде но никак о каких-то таких темах которые могут привести в кого-то ярость или в кого-то разозлить вообще старайтесь вот многие ряд у меня есть подруга я вот с ней дружу прямо с детства мы с ней делимся а вы знаете потом подруга оказывается что она забрала и мужа и переписал на себя квартиру как-то получилось случайно и так далее так далее вообще-то вы должны понимаете то что есть ваша семья есть вы поэтому если вы хотите поделиться со всем миром тогда возьмите напишите в социальных сетях после расскажите обо всем что вы хотите рассказать а друзья знаете да конечно есть разные ситуации есть действительно люди друзья которые поддерживают трудную минуту но знаете это как правило единицы потому что каждый пытается в нашем современном мире найти выгоду при этом найти выгоду во всем что только можно найти и нельзя найти особенно если человек становится великим начальником человек становится повышая у него высокая заработная плата может все что-то позволить больше чем другие и вокруг него начинают появляться много доброжелателей статок можно назвать в кавычках которые начинают и красиво и говорить и комплименты делать и так далее и так далее человек теряется он верит в это а потом наступает то что настою наступает поэтому никогда не говорите своему другу того что не должен знать ваш враг далее очень важно никогда не говорите о себе плохо очень многие люди этим грешат то есть любят рассказывать что у них не та внешность что они не так не так они питаются что у них не такая семья что у них какие-то не то или не или еще какие-то моменты не стоит об этом делать также не стоит рассказывать и о своих друзьях о своих родственниках какие они бы не были хорошими плохими дорогими или любимыми помните о том что это только ваши отношения и этих людей и третья сторона ни в коем случае не должна об этом знать вы должны об этом понимать также не никогда никому не рассказывайте о том в чем вы терпите неудачу бывает очень часто так что человек за что-то берется и у него вот это не получается это связано по разным причинам где-то форс-мажор где там какой-то был просчет где-то что-то кто-то кто-то подвел и так далее и так далее когда вы рассказываете о своих каких-то ошибках о своих каких-то неудачах знаете люди это воспринимают как слабость к сожалению это так поэтому если у вас есть какие-то неприятности неудачи старайтесь о них молчать потому что для большинства людей вы должны быть вот знаете успешным человеком вот так вот навязано обществом и людей невозможно его поменять поэтому вот если человек знаете его видят успешным с хорошей машиной с брендовыми вещами с постоянной улыбкой на лице и так далее и так далее если человек один день меняется то для них он становится совсем другим поэтому чтобы такого не было научитесь всегда держать себя в руках даже никогда не рассказывайте о том что вам не хватает денег конечно же очень хочется каждому из нас чтобы на всегда было денег столько сколько мы заходим но здесь нам нужно с вами работать работать над собой работать над теми помыслами которые мы транслируем которые мы произносим в этот в этот мир поэтому научитесь думать мыслить о том как привлекать деньги очень много из практик есть много аффирмаций которые вам обязательно помогут в этом при этом обращаем ваше внимание как только вашей жизни начинаются появляться знаки подсказки от вселенной ни в коем случае не закрывайтесь в четырех стенах не бойтесь этого помните о том что когда появляется что-то новое интересное вашей жизни это в первую очередь ваше развитие это приобретение новых навыков в поэтому не не бойтесь это все принимать также о себе никогда не говорите даже в шутку очень многие люди почему-то считают что если они говорят о себе в шутку то таким образом они могут что-то узнать у других людей о себе так же как бы в шутку а потом он дом дудумать и считать что вот как он обо мне думает и и так далее вам вообще не стоит о себе что-либо говорить даже если вы сегодня одели платье она вам некомфортно оказалось то не стоит об этом никому рассказывать вы просто будете на будущее знать что такое платье вам больше не стоит надевать потому что во мне мне комфортно вам в нем даже тяжело и так далее и вы должны понимать это что как только вы начинаете а себе транслировать в этот мир что-то нехорошее что-то плохое вы должны понимать что вселенной нет такого понятия это хорошо или это плохо вселенная воспринимает все знаете в одной какой-то тональности и когда вы говорите что вы неудачник вселенной воспринимает и говорит ну хорошо да хорошо сейчас мы это про поможем тебе в этом а когда вы говорите что вы еще счастливый человек что вы богатый человек что у вас всю жизнь не получается то и вселенная делает так чтобы ваши жизни и появлялись люди и новая работа и новые возможности возможно новые командировки с путешествиями которые каждый раз выводят вас на какой-то новый уровень поэтому ни в коем случае не не стоит этого бояться многие люди говорят о том что ой ну как же я привыкла что у меня дом работа работа дом а я здесь меня отправляет командировка что же я буду делать вы должны понимать о том что если вы хотите чего-то добиться в этой жизни вы должны быть открыты миру потому что многие думают о том что это их отправляет работодатель нет-то вселенная через вашего работодатель отправляет вас в новый мир где вы должны открыть глаза на что-то другое возможно в другом городе вы познакомитесь с человеком который изменит вашу жизнь при этом изменит настолько же что вы будете удивлены но к этому нужно быть готовыми к этому нужно прийти не каждый этого может сделать поэтому мы с вами здесь чтобы учиться на этой планете мы все приходим учиться каждому из нас даны определенные знания опыт и мы постоянно это совершенствуем только один действительно совершенствует действительно добивается успехов у него получается все а у другого к сожалению ничего по поэтому ваша задача всегда стремится вперед никогда не думать о том а что же будет кроме того очень многие люди часто говорят о том что ой почему так несправедливо вот я помогал амане амане в моей тяжелой ситуации мне не помогает и где же здесь справедливо здесь же здесь честность и так далее где же здесь баланс вы должны понимать что если вы человеку помогаете это не знаю что именно этот человек должен вам помочь дело в том что в мире есть во всем баланс люди этого не видят почему но потому что как минимум им это не дано самая простая ситуация когда вы смотрите в небо и вы слышите гул а то того что летит самолет но вы его не видите наше наше тело и наши глаза уши они ограничены к сожалению так устроен устроено в этом мире все что он мы ограничены до когда самолет опускается на определенную высоту мы можем видеть сам самолет и то мы можем видеть это как точку потому что наши глаза не воспринимают вот таки в жизни мы не можем все это воспринимать мы не можем все охватить потому что иначе в этом мире людям просто было бы не интересно или от представляете себе ситуацию человек родился и сразу сразу через пять минут стал уже взрослым человеком которому условно 20 лет а представляете сколько за 20 лет человек набирается опыта знаний понимания того или иного поэтому ваша задача принимать и учиться до учиться тяжело очень часто почему потому что это нужно чтобы мозг работал нужно искать информацию нужно познавать помните такую ситуацию когда у многих людей появились мобильные телефоны и знаете это было и престижно но с другой стороны многие люди боялись брать трубку потому что оказалось они не умеют общаться по телефону а то что у нас с вами помните были дисковые телефоны это оказалось было совсем другая разговор чем разговаривать по мобильному телефону и поэтому многие люди когда у многих людей появились телефоны они боялись брать трубку они боялись что-либо обсуждать говорить и так далее и если те которые научились использовали этот момент и научились по телефону разговаривать и они пошли дальше они стали лидерами не только все себя но и своей жизни и своего окружения ну и последняя мудрость который мы хотим с вами поделиться никогда не жалуйтесь знаете есть одно одна такая цитата которая звучит очень интересно что терпение означает удержание души от жалобы иному кроме бога хотите пожаловаться пожалуйтесь богу пожалуйтесь высшим силам пожалуйте своему ангелу хранителю но никогда не жалуйтесь людям почему потому что вы человеку можете пожаловаться на какие-то свои недовольство на свои какие-то обиды на несправедливость но дело в том что это рано или поздно может вернуться к вам при этом и вернуться в том чего вы будете просто навсего не ожидать поэтому научитесь все воспринимать как мудрец это очень сложно особенно когда человеку 20 лет но когда человеку уже 40 50 знать он прошел уже что-то в этой жизни и он понимает не даром говорят что править им перейти поле это про перейти поле это не пройти всю прожить всю жизнь вот так она и есть в жизни поэтому учитесь учите своих детей и внуков сейчас молодежь очень сильно настроена на мобильные телефоны на эти всевозможные гаджеты все сидят но вы должны понимать и то что если взять ваши знания и ваш опыт это что вы умеете и брать молодежь это две большие разницы и представьте себе что если завтра у нас отключится свет везде и всюду у нас отключат газ и воду что будет делать молодежь не сразу появится депрессия у нас на них сразу начнутся проблемы и возьмите нас которые прошли вот такую жизненную школу и которые обязательно найдут выход поэтому учите делитесь знаниями показывать и рассказывать это очень важно вот друзья вот эти четыре вещи который нельзя рассказывать другим людям мы надеемся что эти советы эти рекомендации вам помогут в жизни сами как всегда был канал за тарика для тебя друзья обязательно подписывайтесь на наш канал обязательно ставьте лайк этому видео обязательно поделитесь этим видео с теми кого вы любите кого вы цените кому вы желаете мира любви и гармонии пусть они также знают об этой важной и ценной информации но прямо сейчас на экране видите два всплывающих окна это следующее рекомендованные видео для вас нажимайте на то видео которым на интуитивном уровне понравилось больше и смотрите друзья всех благ услышимся с вами уже буквально в следующем видео